Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Смотрите выпуски. 150 школьников Старобельска получат рюкзаки со всем необходимым для учёбы. Подарки к 1 сентября отправили по поручению Рушида Тимрезова. Честный открытый диалог в Черкесске в Центре инновационного творчества состоялась встреча активной молодёжи с представителями власти. Самый высокогорный молодёжный форум «Махар» открывает свои двери. У 200 молодых людей со всей страны есть возможность принять участие в нём. Удивительные моменты и впечатления. Завораживающие пейзажи, экзотические животные. Фестиваль притяжения прошёл на Медовых водопадах. По поручению главы Карачева Черкесии Рашида Тимрезова подарки к новому учебному году получат 150 школьников города Старобельск, Луганской народной республики. Карачева Черкесия в рамках всероссийской акции «Собери ребёнка в школу» партии «Единая Россия» направила школьные принадлежности юным жителям ЛНР. 150 рюкзаков школьникам города Старобельск передали сенатор Ахмад Салпагаров и депутат Думы Черкеска Султан Узденов. Это наборы первоклассника, нарядные портфели со светоотражающими элементами для учеников младших классов и рюкзаки для ребят постарше. Подарки школьники получат к 1 сентября, чтобы начать Новый год подготовленными. Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина об оказании помощи освобождённым территориям новых субъектов Российской Федерации наша республика подписала соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой и регулярно оказывает поддержку региону. Акция «Собери ребёнка в школу» проходит по всей стране каждый год в канун 1 сентября. Рюкзаки со всем необходимым для учёбы вручат детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, а с прошлого года и детям-участникам СВО. С момента старта акции в этом году в Карачаево-Черкесии школьные наборы уже получили более 100 семей. В Карачаево-Черкесии активно и масштабно развивается уникальное для региона направление в сельском хозяйстве. В самом разгаре уборка голубики. Урожай на сегодня более 8 тонн. В планах до конца года собрать более 20 тонн. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов. На сегодня в полях Карачаево-Черкесии высажено 26 гектаров кустов ягоды. Первые саженцы разных сортов голубики, среди которых блюкроп, дюк, блюрей, блюджей. Были посажены всего несколько лет назад. Через два года предприятие планирует выйти на полную мощность и увеличить размер урожая до 120 тонн в год. Важно, что урожай этих вкусных и очень полезных ягод доступен жителям Карачаево-Черкесии. А масштабы производства позволяют реализовывать продукцию за пределами региона. Рашид Тимрезов поблагодарил аграриев за благородный, нелегкий труд и неоценимый вклад в продовольственную безопасность региона. Открытый диалог с молодежью. В Центре молодежного и инновационного творчества состоялась встреча активной молодежи с представителями власти. На ней обсудили результаты исследовательской работы над проектом «Клуб управленцев Босс-сообщества». Еще на примере успешных и известных людей провели открытый диалог. О значимости мероприятия расскажет Альбина Ламкова. На площадке ЦМИД собралась активная молодежь республики. Им на примере успешных и известных людей рассказали о том, как добиться успеха в любой сфере. Общение талантливых и неравнодушных людей с представителями власти, молодыми профессионалами и социальными активистами прошло продуктивно. Они видят свое будущее в этих людях. И, конечно же, тот опыт, который накоплен чиновникам, успешным бизнесменам, журналистам, это, конечно, топ подспорья и важная информация для нашей молодежи. Думаю, что надо чаще встречаться с молодежью, надо слушать и держать руку на пульсе, чтобы сохранить нашу талантливую, креативную, хорошую, красивую молодежь. Посредством реализации и создания проекта «Клуб управленцев Босс-сообщества» определили развитие управленческого потенциала среди молодежи Карачаева-Черкесии. С каждым участником велась индивидуальная работа через аппаратно-программный комплекс. В будущем с помощью системы планируют вовлечь большое количество молодых людей в социальную жизнь республики. А также научить их при помощи БОС определять лечение многих заболеваний и реабилитацию. При помощи биологической обратной связи мы улучшали такие навыки, как память, концентрация внимания, управление эмоциями, работа в команде. То есть ребята погружались в себя, изучали себя, изучали работу своего мозга, своих эмоций, научились контролировать свои мысли, свои эмоции. Это всё при помощи компьютерных технологий. Работа Клуба управленцев Босс-сообщества показала хороший результат. Говорит об этом не только руководитель Алима Найманова, но и участники проекта. На мой взгляд, эффективность очень высокая. Если до этого у меня была повышенная тревожность, были проблемы со сном, были проблемы с концентрацией внимания, были проблемы с расслаблением, были проблемы с памятью. Сейчас я могу сказать, что большинство этих проблем либо ушли полностью, либо их какое-то влияние на мужизни сильно уменьшилось. И хочется отметить ещё один положительный плюс этой технологии. Он помогает тем, кто перенёс ковид. В общем, ко мне вернулись все запахи. Опыт положителен, поэтому исследовательский интерес растёт. Главное – продолжать работу, чтобы учесть все нюансы, отметила Алима Найманова. По обратной связи, действительно, от многих проблем ребята избавились таких, как тревожность, нарушение сна. И как раз тогда был период подачи проектов, такая очень жаркая пора. Многие ребята справились со своим стрессом. То есть, как бы, ту обратную связь, которую мы получили, для нас она очень ценна. То есть, мы сделаем вывод, что наш проект был не зря, и мы хотим дальше развиваться. В будущем руководитель проекта планирует искать новую целевую аудиторию. И, возможно, работа с другой возрастной группой. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаева, Черкесия. По поручению заместителя председателя правительства России Александра Новака, в республике была организована молодежная летняя школа фундаментальной физики и математики. В ней приняли участие около ста научных работников и студентов. Обучение для развития потенциала молодых ученых прошло на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Алибек» поселка Домбай. Участниками мероприятия стали около ста научных сотрудников, аспирантов, студентов, ведущих профильных кафедр, вузов Северного Кавказа и учащихся среднеобразовательных учреждений. Программа обучения включала лекции и семинары, которые вели ведущие ученые из Московского физико-технического института при поддержке госкорпорации «Росатом». Сейчас правительством России уделяется большое внимание организации образования молодежи, развитию науки и новых современных технологий. Отрадно, что наша республика неоднократно становится базой для организации подобного рода мероприятий, отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза, ветер западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12-17, в горах местами до плюс 12, в днём плюс 30-35 градусов, в горах местами до плюс 26, в южной части местами чрезвычайная пожароопасность, в большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный, 6-11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 14-16, в днём плюс 32-34, высокая пожароопасность. Сегодня состоялось заседание Совета депутатов Зеленчукского района, на котором глава района Ханафей Ижаев представил депутатам кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы администрации Зеленчукского муниципального района. Единогласным решением присутствующих на собрании назначен Александр Шайдаров. Сегодня при поддержке главы республики Рашиды Тимрезова и Федерального агентства по делам молодёжи в Карачево-Черкесии стартует Всероссийский высокогорный молодёжный форум «Махар». В Махарском ущелье собрались более 200 представителей молодёжных организаций и студентов России. В рамках форума пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжи». На реализацию идеи можно выиграть более до 500 тысяч рублей. Участники подали заявки на грантовый конкурс по 18 направлениям. Это проекты инклюзивной среды молодёжного туризма, организации занятости молодёжи, экологического просвещения, вовлечения в научную деятельность и поддержки творческих инициатив. Мероприятие предусматривает четыре различные программы, в том числе образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную. В наших следующих выпусках мы подробнее расскажем о работе форума «Махар». Впервые в небо Карачаева-Черкесии массово поднялись воздушные шары. Стартовавший Всероссийский фестиваль «Притяжение» жителям и гостям республики подарит целую серию ярких и увлекательных мероприятий, которые покажут самое лучшее, что есть в регионе. Как и где прошли первые дни праздника, расскажет Дарья Тандит. Солнечная Карачаева-Черкесия стала центром притяжения для туристов из разных уголков страны, которые в течение всего месяца смогут любоваться местными достопримечательностями, знакомятся с уникальной культурой, многовековыми обычаями народов республики. Министр туризма и курортов республики Расул Тикеев поблагодарил организаторов Всероссийского фестиваля «Притяжение» и отметил, что это важное событие для региона и возможность продемонстрировать потенциал в развитии событийного туризма. Карачаев-Черкесия славится не только природными, культурными достопримечательностями. В Карачаев-Черкесии развит не только горнолыжный, экологический, научный, историко-культурный туризм, а также и событийный туризм. Ведь люди путешествуют для получения эмоций, поэтому мы стараемся создавать её правильно, интересно, чтобы людям это нравилось. Всероссийский туристический фестиваль «Притяжение» проходит при поддержке Министерства туризма и курортов республики. И оно по развитию поддержки туризма Карачаева-Черкесия «Туризм». Известный туркомплекс «Медовы водопады» стал местом открытия масштабного мероприятия. Незабываемым стал вечер на фестивале воздушных шаров, где небо стало холстом для ярких и пастельных красок. У жителей и гостей была возможность не только наблюдать за воздухоплавателями, совершить незабываемый полет на воздушном шаре над живописным пейзажем ущелья реки Оликоновки. Войне приятно для меня, лично, как глава администрации этого района, что этот фестиваль проходит у нас. Это говорит о многом. Это говорит о том, что в республике мир и покой. Это говорит о том, что туристическая привлекательность республики. Люди со всех уголков нашего района и вся каменгутская группа сегодня приехали вот сюда на этот фестиваль. Это говорит о многом. Помимо полета на воздушном шаре, жители и гости Карачаева-Черкесии посетили новую ферму Альпак, ярмарку народно-художественных промыслов, выставку карачаевских лошадей, концерт и музыкально-световое шоу. Также на площадке проведения фестиваля функционировали фудкорты и детская игровая зона. Фестиваль такого формата в республике проводится впервые. Мероприятие планируют собрать более 25 тысяч гостей со всей страны. Люди довольны, люди радостны. И вот само название может притяжение тоже такое, знаете, название фестиваля притяжение добра, мира, отдыха, гостеприимства. Карачаевский всегда считается одной из гостеприимных регионов. Следующий этап фестиваля пройдет 26 августа в поселке Архыс. Там запланировано проведение велозабега Архыс-Малый Зеленчук и пеший туристический поход до Софийской Поляны. Город Карачаевск станет площадкой фестиваля 27 августа. На территории парка Зеленый остров состоится выставка картин, созданных молодыми художниками при помощи нейросетей, фудкорт и концерт молодых исполнителей. 2 и 3 сентября фестиваль вернется в Архыс, где пройдет концерт электронной музыки. Тем, кто не успел насладиться красотой взлета шаров, не стоит расстраиваться, так как это был лишь эпизод более масштабного фестиваля, который продлится до 16 сентября. Дарья Тендит, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. И последнее в связи с празднованием Дня Карачаева-Черкесской Республики и Дня города Черкес. Глава Республики Рашид Темрезов подписал указ о нерабочем праздничном дне 15 сентября 2023 года. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Спаска. Проклятое золото. Первая часть». Всего доброго. До встречи. Свой дом каждой российской семье. Мы предлагаем принять народную программу, в рамках которой каждая российская семья может получить ипотечный кредит по ставке не более 5% годовых. Распространить правила предоставления военной ипотеки на сотрудников Росгвардии и МВД и принимающих участие в специальной военной операции. 10 сентября приходите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуй за кандидата от КПРФ. Вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова